Сегодня последняя книга Царства, четвертая. В первой главе нам повествуется о том, как царь Ахазия упал через решетку с горницы своей, что б за Мария, и за Немок. Вот так необычно начинается четвертая книга Царства. Вы знаете о том, что на Востоке крыши плоские, и они отрождены оградкой, решеткой, иначе назвать. И, видимо, засмотрелся Ахазия и перевалился через эту решетку из-за Немок. Конечно, это падение было следствием какого-то внутреннего падения, потому что после болезни, а, вернее сказать, во время болезни, он отправил послов к Вильзеву. Такого, конечно, мы еще не слышали. Божество Ак-Городское. Мы-то знаем, кто такой Вильзевул. К Вильзевулу царь израильский отправляет послов. Вильзевул есть у Волдинга. Такой роман, он называется «Повелитель мух». Слышали, да? Так вот, если перевести на еврейский язык Вильзевул, мне, да, мне сказать «С». «Повелитель мух» на еврейском будет звучать «Вильзевул». Вообще, этот роман замечательный, рекомендую прочитать. Не очень объемное произведение, но, вы знаете, очень умное произведение. Идет речь о детях, которые потерпели авиакатастрофу и оказались на необитаемом острове. Там разные дети. На детали не буду останавливать, хотя они тоже очень интересны. И дети. Дети, наши будущие, и тогда это дети, дети. Дети, чистые сосуды. Вот что самое удивительное, что именно эти дети учредили язычество. И стали поклоняться кабанье и голове, которую они на охоте убили кабана дикого и отрезали ему голову. И стали ей поклоняться. А эта кабанье голова покрылась мухами. Помните, часто черти изображают с свиным рылом. Здесь, вы знаете, такая ирония еще над бесовской силой. Он является источником зловония и привлекает к себе только мух. Но не только мух, оказывается, и людей тоже, которые поклоняются этому свиному зловонному рыбу. Но там очень много еще других интересных деталей. Ангел Господень сказал Ильи и святянину, «Стань, пойди навстречу, посланным по царя Самарийского, и скажи, «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Лизебула, божество Акаронское». Вообще интересный вопрос. Разве нет Бога в Израиле? Вот что это вообще за вопрос? А есть Он или нет в Израиле? Ну, с одной стороны, мы ни одного положительного царя израильского на страницах священного текста не встречали. Ни одного. Все были язычниками. Я имею в виду с момента разделения на израильское и иудейское царство. Ни одного положительного царя. Разве нет Бога в Израиле? Да, Бог был с Израилем. И мы будем встречать последующий глава этой же книги, когда Господь будет открываться израильским царям, несмотря на то, что они закосневшие язычники. Удивительная вещь. Закосневшие язычники. Ну, мы потом согласуем этим обидеть. И за это так, говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илья. Царь узнал о том, что это был Илья, потому что он не назвал своего имени. Он по внешнему виду догадался, что это был Илья с пророчеством. И вот послал к нему пятидесятника, царь, то есть к пророку Ильи, с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илья сидел на велку горы, и сказал ему, «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илья, и сказал пятидесятнику, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попали тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его. Точно так же произошло и с другим пятидесятком воинов. А есть такая еще деталь, когда второй пятидесятник обратился к Ильету, он сказал не просто сойди, как в первом случае, а сойди скорее. И отвечал Илья, и сказал ему, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба, и попали тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь. А вот третий раз поднялся и пришел пятидесятник третий, и пал на колено своим перед Ильею, и умолял его, и говорил ему человек Божий, «Да не будет презренно душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти пред очами твоими». «Вот сошел огонь с неба, и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презренно душа моя и пред очами твоими». «И сказал ангел Господень, или пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним за рюмом. И сказал ему, «Так говорит Господь». «Вот как нам нужно понять этот, вы не сказать, эти жесткие меры, которые Илья направил против первых двух пятидесятков? Как это понять? Вы поняли, да, с чем это связано? Почему он так жестоко обошелся? Не, ну если... Вот подумайте, человек Божий, да, человек Божий. То есть Илья – это не просто какой-то благочестивый человек. Илья – это, понимаете, это святой человек, по молитве которого Господь давал дождь для всей земли Израильской. Илья – это небожитель в какой-то степени. Это ангел в облоте. И все прекрасно знали о тех подвигах, которые он совершал. Огонь сходил с неба на жертву, которую он принес Богу. Если это человек Божий, то ты обращаешься к нему... Скорее сойди, давай сюда, вот там царь царь, если вы понимаете. В нашей Ипонии. А вот... Вчера читалась Евангелие о сотнике. Помните, что я имею воинов под собой, ему говорю, и он идет. И ты только слово скажи. Какая вера. Какая вера. Не обязательно тебе входить в мой дом. Ты только слово скажи. И исцелеет он мой. Как он обращался? Благодарение. 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 Это носитель святыни, благодати Божьей. Здесь не может быть понебратства. Он с Богом разговаривает, Илья. А может потому, что они хотели еще зло какое-то ему сделать? Разумеется, зло, конечно, ему хотели сделать. Правильно. И он, конечно, знал об этом. Потому что в пятнадцатом стихе ангел Господень, Илья говорит, пойди с ними, не бойся. Но кроме этого, здесь была еще вина этого человека. Понимаете, вот нам, конечно, сложно вообще представить. Вообще сложно настолько представить, что такое человек без благодати. Человек без благодати – это вообще человек не способен почти ни на какое покаяние. Вообще тут ничего не может делать. Никакой внутренней работы над собой совершать не может. Потому что мы живем в новое время, когда Господь посылает свою благодать. Если эти люди были расположены ко греху, ну, в принципе, все-то расположены были ко греху, но жили к греху. Это уже можно сказать навсегда. Он пожигал эти люди. Ничего не изменилось бы в их жизни. То есть, какие они были, такие они и остались бы до конца своего. Только набрались бы еще больше греха. Почему? Потому что человек не задуман Богом, чтобы он жил автономно, без Божьей благодати. Человек может выжить и достигнуть своего, я говорю, человеческого предназначения, только если он будет жить с Богом. И если он не будет жить с Богом, он не достигнет своего человеческого предназначения. Человеческого предназначения. Что такое человеческое предназначение? Оно реализовано только святыми. Только вот святые — это настоящие люди. Мы так. Поэтому вообще, вы знаете, я сегодня на проповеди сказал такие слова о том, что нам в жизни очень мешает система каких-то стереотипов. Вот есть какие-то уже установленные нормы, и мы через эти нормы смотрим. Мы не можем смотреть свободно. Мы не можем видеть вещи такими, какими они есть. То есть мы... Знаете, вот я приведу вам замечательный пример. Есть у одного английского писателя такой сюжет. Одна женщина проходила через мост, через Темзу. И она посмотрела на Темзу и ощутила крайнее отвращение от этой реки. Потому что она увидела много плавающего мусора, загаженность, одним словом, этой реки. И вот когда она испытывала отвращение, в этот момент пролетал самолет. И случилась авиакатастрофа. И он упал именно на то место, где стояла эта женщина. И понятное дело, что она умерла, эта женщина. И вот далее рассказывается о том, как она разлучилась с телом. И она увидела эту реку совершенно другой. Она увидела первозданные воды этой реки, которые когда-то создал Господь. И постепенно она как бы просматривала всю историю реки от момента создания до сегодняшнего дня. И вот когда это происходило, она поняла, что она видит реку по отношению к ней самой. Не по отношению ко мне. То есть она видела не через призму своих чувств, нравится мне это или не нравится. Она просто видела саму реку. И вот нам в жизни очень тяжело понять суть вещей, потому что мы рассматриваем через призму или своих чувств, или через призму своих стереотипов, взглядов каких-то уже существующих предрассудков и так далее, и так далее. И в результате мы не видим самого предмета, на который направлен наш взгляд, а мы видим только свое отношение к этому предмету. И в результате получается, что мы видим субъективно, а не объективно реальность. И в результате вся история, мировая история, это тоже субъективный взгляд каких-то конкретных историков. И если говорят, что это построено на исторических фактах, то это ошибка. Что такое факт? Вот мы являемся современниками событий мировой истории. И каждый из нас, если начнет писать историю на тему мирового кризиса и истории нашего парламента украинского, то каждый напишет, конечно же, свою историю. Он в этой истории выскажет все, всю свою любовь по отношению к нашим депутатам и так далее. И через сто лет будут эту историю читать захлеб, как детектив. Поэтому беспристрастная история, наверное, кроме Священного Писания, не существует. Потому что евреям совсем не хотелось бы видеть своих царей такими, какими они описаны на страницах Священных Писаний. Согласитесь? Здесь цари израильские, это одни подлецы. Нормальных людей там нет вообще. Причем не просто подлецы, это предатели, которые только и делали все, чтобы переступить через все Божие. Потому что Господь-то израильским царям помогал, обратите внимание, помогал, Он посылал и пророков, Он постоянно им открывался. И тем не менее, стоило чуть-чуть прийти в чувства, прийти в себя и опять к нашим любимым идолам. Поэтому... Почтенно говоря, за какой народ, такой царь. Ну что тут еще можно сказать? Дальше. Что? Мы не выбираем. Мы не выбираем? А кто еще с ним выбирал мысль? Конечно нет. Да, конечно, понимаете? Потому что сейчас люди выбирают, понимаете? Вот если даже мы думаем, что мы не выбирали того президента, который у нас есть... Знаете, если, конечно, рассматривать с точки зрения, понимаете, заполненной анкеты, то, конечно, мы, может быть, его и не избираем. Но здесь, понимаете, сам подход вообще к тому, что вот если мы выберем именно вот этого человека, то будет решение всех проблем, понимаете? У нас настолько земной подход, понятное дело, как бы земных царей мы выбираем по-земному. Но, понимаете, мы настолько секуляризированы во всех своих взглядах, что я думаю, вряд ли кто-то... Ну, это, во-первых, очень серьезное дело — выбрать президента. Очень серьезное. Потому что он будет рулить нашим государством. И кто, скажем, из нас отнесся настолько серьезно, чтобы по-духовному решить эту проблему? Ну, скажем, назначил для себя какой-то циклоз продолжительный. Или же чтение молитв, каких-то особенных для того, чтобы Господь даровал нам. Не просто дядьку, который будет там, понимаете, декларировать то, что он хотел бы сделать, вы у него не получаете. Ну, как маленькие дети, ну, вот, простите, вот мы пробуем, но ничего не получаете. Хотя перед этим они убеждают, что все обязательно получится, конечно. Вы знаете, взрослые люди, а вообще поведение, вы знаете, жалкое поведение. Так, дальше. Ахазия умер. И вот во второй главе нам повествуется об удивительной... Нет, ну это нельзя сказать смерти, кончине пророка Иллиги. Это уникальный такой случай, потому что мы знаем два человека только. не умерли физически за всю историю человечества. Первый человек — это Енох, помните, да? Господь его взял живым на небо. И Илья постоянно ходил и с своим учеником, тоже пророком, Елисеем. И Илья говорит, «Господь посылает меня в Вифиле». Вы не помните, что в Вифиле произошло, когда разделилось царство? В Вифиле был учрежден жертвенник. В Вифиле и в Дании. То есть два города, где начались жертвоприношения в честь тельцов. Это, скажем, такие религиозные столицы Израиля. Туда Господь послал. А на пути встретились сыны пророков. И помните, они сказали, «Знаешь ли, обратившись к Елисею, сегодня Господь вознесет Господина твоего над главою твоею?» Он сказал, «Я так же знаю, но молчите». Но они, конечно, и сами не до конца понимали, что они говорят вообще-то. Потому что, помните, когда заберет его Господь, то они отправят, несмотря на то, что Елисей скажет, чтобы они не делали этого в поисках Ильи людей, но они все равно отправят. Вот ищите, потому что где-то, может быть, он затерялся в горах бедной пророковнике. Им это было только открыто. Но они не знали сути того, что им открыто. Затем он направился из Вифиля в очень еще один неблагополучный город – Иерихон. Иерихон, как мы уже говорили, это все равно, что восстановленный храм в Иерусалиме сейчас, который будет указывать на пришествие Антихриста. Точно так же и Иерихон. Восстановить то, что пало от рук Божьих, как начало падения ханаанской земли, он был восстановлен, Иерихон. Несмотря на то, что было произнесено пророчество о проклятии тех людей, кто восстановит Иерихон, это было очень плохое знамение – восстановление Иерихона. Ну вот, направляете туда Илья для того, чтобы произнести свою пламенную проповедь, как Ильи Филе, там, где он был перед этим. И здесь тоже встречают сыны пророков, и они говорят то же самое, что будет вознесен твой Господин. И затем происходит очень удивительная вещь. Илья переходит Яку-Посуху через Иордан. Вот что такое Иордан мы знаем, особенно если мы вспомним, что евреи после египетского рабства, после сорокалетнего странствования по пустыне вместе с змеями и скорпионами. То есть, перейти через Иордан – это вступить в материализовавшуюся надежду. Все, что за Иорданом для еврея, который жил в Хананской земле, это было связано с ужасом еврейского рабства. А вот все, что было в Хананской земле, это было связано с обетованиями Божьими. Но вот Илья совершает удивительный шаг. Так же, как евреи пришли в обетованную землю, так Илья и уходит с обетованной земли. Якуб Осу, уходит с обетованной земли. Здесь очень много смысла. Он не хочет покинуть этот мир из взлетной еврейской полосы. Вон там, где истоки еврейства, где Господь руководил еврейским народом, да, было там тяжело, было нелегко, но они чувствовали постоянно над собой Бога. Они еще не поставили над собой Бога, которого назовут царем. Он уходит на глазах у сынов пророческих. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трупного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». И когда они шли, и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел его более. мы видим славное, чудесное взятие Ильи Богом на небо. Елисей при этом, кроме восторга, священного эмоционального восторга, он ничего не мог выразить. Он сказал, «Отец мой, отец мой». Помните, мы говорили, когда повторяется одно и то же слово, или словосочетание, это говорит об эмоциональном, каком-то особом состоянии человека. Затем он говорит, «Колесница Израиля и конница его». Он видел, вот где настоящая колесница и конница. А конница и колесница для того времени это было основное орудие нападения и защиты. Колесница – это было самое сильное оружие в того времени. И вот где колесница Израиля. В нем одном была вся победа для израильтян, в нем одном была вся сила для Израиля. И он ушел, он погиб. Зашел на небо. Не с еврейской даже земли. Что дальше ожидает Израиль? Об этом мог только догадываться Елисей. «И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милоть Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и встал на берегу Иордана, и взял милоть, то есть плащ Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде». Вот в нашем русском тексте говорится о том, что он ударил по воде. Ну, вот существующий текст. А вот текст, который с греческого языка сделан, церковнославянский, там говорится о том, что он ударил первый раз по воде, и ничего не произошло. Вода в Иордане не раступилась. И вот здесь говорится, «Где Господь Бог Ильи?» Афу на греческом языке, в ней на еврейском языке, осталось даже в церковнославянском тексте Афу. На русском языке почему-то звучит он самый. Вообще-то даже такое трудно переводимое слово Афу, скорее, сокровенный. Сокровенный. Действительно, то, что произошло, это одна сокровенность и тайна. И он ударил второй раз с этими словами. «Где Господь Бог Ильи?» И вот здесь уже произошло чудо. И Ордан раступился. «И она раступилась, вода туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, «Опочил дух Ильина Елисея!» И пошли навстречу ему, поклонились ему до земли, и сказали ему, «Вот есть у нас рабов твоих, человек пятьдесят, люди сильные». И мы уже об этом говорили, не буду повторяться. Они не поверили, что пророк Илья был взят на небо, несмотря на то, что они сами же и произносили это пророчество. «И пошел он оттуда в Ефель, когда он шел дорогу, и малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, «Иди, бляшивый, иди, бляшивый». Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и раскирзали из них сорок два ребенка. Отсюда пошел он на гору, кормил, а оттуда возвратился в Самарию». Что можно сказать? А ничего. К этому невозможно прибавить более. Вот так, как оно есть, так оно есть. Вот когда почитаете Голдинга, то, о чем мы говорили с вами, «Повелитель Мух», вот там будет очевидность выше. Дети без Бога становятся такими же дикарями, устойчивыми в своей дикости и более того, становятся язычниками, даже сатанистами. Адам и Ева тоже были чисты, как дети, но не имели мудрости. И в результате попрали к себе эту чистоту и от них отступило благодать. Почему так произошло? Видимо, Господь не увидел тоже в этих детях людей с светлым будущим. И поэтому попали они в зубы этих медведиц. Затем, в третьей главе мы видим, как Иоран и израильский царь хотел взять Моав. Помните, в первой главе нам говорилось о том, что отошел Моав от Израиля. Он был составляющей, частью Израиля. И вот обратился царь к Елисею. «Что мне и тебе?» сказал Елисей. «Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь израильский. «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царейских, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей, «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Яосафата, царя Иудейского, а он в это время был в коалиции с Иорамом, я взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея». Здесь надсмехается Елисей, над пророками, к которым обращался Иорам, царь израильский, но только ради иудейского Яосафата, царя, который был более-менее благочестив, я так скажу. Здесь Моавитский царь впервые из страниц этих текстов нам говорится, Он принес в жертву всесожжение своего собственного Сына. И большое негодование в израильтянах прошло, когда они увидели эту мерзость и отступили от Него и возвратились в свою землю. Видимо, еще не было такого варварства среди израильтян, пока еще они не приносили в жертву своих детей, то есть не приносили человеческие жертвы, потому что это вызвало у них страшное омерзение и отвращение. Затем в 4 главе нам повествуется о чуде Елисея, который он совершил бедной вдове сына пророческого. Помните, наполнены были сосуды с маслом в обилии? А здесь мы видим, можно сказать, новозаветное чудо. Помните, чудо с вином, которое совершил Господь в Кане Галерейской. Знаете, это удивительный момент, когда говорится о чудесах ветхозаветных в вне сказать о новозаветных чудесах в Ветхом Завете. Это удивительный момент. Почему? Потому что идет речь о том, что самое главное чудо, которое совершил Господь в Новом Завете, это чудо Евхаристии. все чудеса, которые были совершены в Новом Завете, они уже были совершены и в Ветхом Завете. И воскрешение из мертвых было совершено. Все это было. И умножение хлеба, помните, как Елисей умножит и насытит сто человек там несколькими хлебами маленькими? Его ученики удивлялись, ну, можно ли накормить такое количество? Помните, да, в этом случае? Это чудо, которое Господь в Новом Завете совершал. Конечно, там было большее количество людей накормлено, но разве в этом смысл? Нет, не в этом смысл. Можно и сто, и тысячу, и пять тысяч, уже не важно. Важно, что, собственно, чудо произошло, не в количественном смысле, а в качественном. И дальше была некая санамитянка благочестивая, которая, помните, очень услужливо относилась к Елисею и всегда предоставляла ему в своем жилище место, даже устроила специальную комнату для того, чтобы он отдыхал, когда проходил путем тех. и он однажды спросил, чего тебе дать? Она сказала, что я среди народа своего живу, мне ничего не нужно, все в ней в достатке. Тогда Елизей, слуга, который сопровождал Елисей, он сказал, что нет детей Елисей. И он сказал, то есть Елисей, что будет у тебя сын. Она не поверила этому, но тем не менее она родила в скорости, то есть через год сына. Но произошло, произошла, вернее сказать, трагедия, он умер, и она верила. Она даже не показала умершего сына своим родственникам, и мужу своему она не показала. Помните, да, она положила на постели, там, где отдыхал обычно Елисей, а сама ушла, Елисею на гору кормил, где он возносил свои молитвы. И вот там удивительные слова пророк говорит в 27 стихе, а Господь скрыл от меня и не объявил мне то, почему пришла к нему санамитянка. Здесь мы тоже видим, что не все Господь открывает своим пророкам. Он только делится своими мыслями. То есть он дает только какую-то часть. Сам Гиезий, несмотря на то, что был учеником, слугой Елисея, но был достаточно таким сребролюбивым и негодным, презренным человеком. И здесь мы тоже обнаружим факт, о чем мы говорили в прошлый раз. Помните, почему Господь предоставлял царство и помазал через пророков таких людей, которые в скором времени отрекались от Бога. Потому что Господь дает каждому человеку возможность. Он не только верит в благочестивого человека, он верит и в негодного человека. Он дает ему возможность проявить в себе остаток человечества, которое предано Богу. и Гиезия точно так же, как Господь Иуду держал рядом с собой. Вы думаете, Господь не знал, что Иуда предатель? Он знал от начала. Потому что, как говорит Евангелие, что Он знал, что в человеке. Он всю суть человеческую как будто сканировал. Представьте себе состояние Христа, когда Он видит в человеке предателя и обращается к нему как сыну и как ученику. Он Господь, но нужно заметить в человеческой плоти. А что такое человеческая плоть? Это прежде всего немощь человеческая. Он взял на себя, взвалил человеческую немощь. И помните, несмотря на то, что Богу-то бояться смерти незачем, но Он, помните, как боялся смерти в Гефсиманском саду Христос, но не в том смысле боялся, как боимся мы смерти. Он нет, не страдает. А потому что это противоестественно для безгрешного было умирать, и страдать, и болеть. Для Его Он, понимаете, во Христе было было как бы два полюса, если так можно выразиться. Один это естественный. Естественный, ну, для нас это сверхъестественный, почему? Потому что Он безгрешен, а раз Он безгрешен, значит, в Нем не должно быть никакого страдания, болезни и умирания. Он, как первозданный Адам, который не согрешил, а значит, и не должен умирать. Но Он это все сокрыл. Сокрыл и принял на Себя по домостроительству человеческого спасения, на Себя принял человеческую немощь и страдания, и Он жаждал, и Он алкал. Помните нам известное это Священное Писание? Он только однажды показал свою истинную природу на горе Фавор, когда Он преобразился. И то як уже Можаху говорит нам Трупарь преображение, увидели ученики Его природу. То есть они не смогли все равно полноту природы вместить, а только насколько они смогли, поскольку позволяли их человеческие силы. И вот для Него было совершенно противоестественна смерть. Не потому, что Он боялся, потому, что боялся как самого страдания. В нем совершенно другое. Батюшка, ну та чаша, что была, это же были Его страдания в этой чаше, не людские, и вот Его были страдания. Разумеется, конечно, это Его были страдания. Конечно, конечно, это Его страдания. Это Его страдания. И вот мы видим и Геезия как предателя, как стребролюбца, но тем не менее Елисей дает ему возможность. Помните, он даже ему такие напутствия дал, когда сказал, возьми мой посох иди в дом и ни с кем по пути не разговаривай. Но он обязательно рассказал бы, что он идет воскрешать там умершего отрока и так далее. Он шел, понимаете, как с флагом. Знаете, говорят, и флаг тебе в руки. Вот, но точно так же он дал ему, понимаете, в флажок, но сказал, только ни с кем же не говори, что ты все разболкаешь. Ну как все исцеленные, понятное дело, если он положил этот посох на отрока, он воскрес? Нет, конечно. А почему? Потому что все-таки он-то разболтал, что иду сейчас воскрешать. Понимаете? Вот так. Понимаете? И в результате еще такая интересная деталь, когда увидел Елисей издали Санамитянку, то он сказал Геезию, побеги навстречу, спроси, здоров ли она, муж и сын. Потому что Господь ему не открыл этого. Здоров ли сын. Но интересно, что она, помните Геезию, что ответила? Здоровы. А что она ему могла сказать, он болтунул? Сказала здоровой, но сразу же направилась к нему и упала в ноги. И подошел к Геезию, чтобы отвезти ее. Не доверяла она, там было очевидно, понимаете, все было понятно. Так, и все-таки она упросила Елисея, и он пошел за Геезией вместе с ней. И он совершил необычные такие вот жесты. Он, помните, распростерся над отроком и глаза в глаза, уста пустом. Помните, да, этот момент? здесь как будто он хочет согреть, согреть той благодатью, которую он получил от своего отца духовного, пророка Ильи, и чихнул ребенок раз семь. Ну, семь у нас священное число, поэтому нужно помнить, что, понимаете, такое указание на то, что произошло нечто от Бога. так. И подождать. Затем еще одно чудо произошло, когда сыны пророческие, помните, проголодались бедняги. Вот. И что-то собрали там по скорбе. Вот. Видимо, не помолились хорошо. Вот. И вскоре после того, как, значит, каша была готова, они стали кричать «Смерть в котле, человек Божий!» и не могли есть. И сказал он «Подайте муки!» и всыпал ее в котел и сказал Гиезию «Наливай людям, пусть едят!» и не стало ничего вредного в котле. И не знать, что если у вас что-то будет плохое, то вы муку туда и все будет хорошо. Нет, тут совершенно ситуация в другом. Потому что они не помолились перед своей пищей, а он благословил эту пищу. И поэтому то, что было отравленным, стало пригодным для пищи. Так что имейте в виду, если какие-то приключения с вами там нехорошие бывают после еды, имейте в виду. Так. Затем чудесное насыщение произошло. Имейте в виду, знаете, кому молиться? Елисей в случае, так сказать, беды. Вот. Так. Потому что он уже помог однажды. Так. Затем произошло насыщение 20-ю ячменными хлебцами. Здесь сказано не хлебами даже, а хлебцами, булочками какими-то. Вот. Так. Там маленькие, вообще, еще меньше булочек. Может быть, даже и так. Я уж не знаю, что это. Ну и все насытились, как здесь говорится в 44-м стихе. Так. И еще даже, что осталось, ну, прямо как в Евангелии, помните? По слову Господню. Так что на следующий обед тоже, наверное, хватило. Так. Дальше. Ниеман, некто военачальник царя сирийского, был хорошим военачальником, но больным человеком. Проказой болел этот несчастный. Но вот девочка еврейка была в слугах, и она рассказала о том, что есть пророк Елисей. И он сможет исцелить. И вот он обратился к своему царю, а тот направил письмо израильскому царю. Ну, и помните, когда получил царь израильский письмо, потому что там был такой текст. Вот я тебе посылаю Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказ моего. Все очень просто. А дело в том, что царь израильский на то время был вассальным царем у сирийского царя. Вообще, конечно, все очень промыслительно. царь израильский прочитав письмо по обычаю, так сказать, разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял человека проказ ему? Вот теперь знаете, смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Может, можно еще подумать несчастную. Конечно, Елисей, человек Божий, пожалел царя израильского и узнал о том, что он, видимо, не одну, так сказать, пару одежды разодрал за это время, посылает сказать, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисея слугу сказать, пойди, омойся семь раз вердань и обновиться тело твое у тебя и будешь чист. И разгневался Нейман и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своим, возложит руку свою. Наши, кстати, тоже верят, только если руку будут, понимаете, так сказать, накладывать, а еще лучше, если две, если еще где-то там, понимаете, за ухом почешет, вот, совсем будет хорошо. Вот надежда прежде всего и вера, она должна быть вот так, понимаете, человек в молитве обращается, обязательно вот что-то нужно, понимаете, сделать, какую-то манипуляцию, пас какой-то провести. А тут он предлагает ему принять, так сказать, водные ванны в Иордане. Он говорит, неужели в Аване и Фарфаре реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве не мог бы омыться в них и очиститься? И удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия и обновилось тело его, как тело малого ребенка и очистился. Конечно, это произвело неизгладимое впечатление на Неймана. И сказал он, если уже не так, то пусть работу ему дадут земли, потому что Нересей не захотел принять тех даров и приношений, которые он привез. Сколько снесут два лошака, потому что не будет прийти раб и приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Для чего он хотел взять землю? Потому что он хотел на этой земле построить жертвенник истинному Богу там, у себя, в Сирии. Так что не только мы любим землю со святой земли. Видите, Нейман в Сирии тоже два лошака сразу. А то действительно, как помните, я вам говорил, шутят Синайские монахи или вот, они говорят, вот когда русские паломники приезжают на Синай, то говорят, гора Синай становится все ниже и ниже, а воды в реке становится в Иордане все меньше и меньше. Чувствуется. Так что давняя традиция, не от нас, очевидно. Так. Но вот только вот в чем допростит Господь раба твоего. Когда пойдет Господин мой в дом ремонно для поклонения там и опрется на руку мою и поклонюсь я в доме ремонно, то за мое поклонение в доме ремонно допростит Господь раба твоих случаев и сказал им иди с миром. Вот как эти слова понимать? Он как-то он чувствовал, что сложновато будет до конца быть поклонником истинного Бога, потому что это было связано прежде всего с государственным поклонением ремону, значит, Богу сирийскому. И в этой процессе участвует царь сирийский, а он как военачальник, он должен быть вместе с ним и он просит, а если вот я все-таки где-то там нечаянно обопрусь на руку, вот, как это будет? но все-таки он прощает и допускает вернее, ну иди смехом. Знаете, ну я такого не встречал больше нигде, но это даже не твои веры, это нельзя сказать, но видимо здесь учитывается какая-то языческая слабость, тем не менее, вот факт остается фактом, что как будто есть некий допуск язычество, на самом деле это, конечно, не так, вот, потому что мотивация здесь, знаете, были, конечно, ужасные времена Византии, когда государственной религией после падения Византии стал ислам, и конечно, были разные периоды, были такого жесткого гонения, было послабление, но когда было жесткое искоренение христианского населения, то многие не выдерживали этих мучений и принимали ислам, но в то же время оставались христиане. Некоторые даже становились имамами, мусульманскими священниками, если так можно сказать, и в то же время были православными священниками. это вообще удивительный момент. Их назвали крипто-христиане. Крипто-христиане это крипто- скрывать сокрытые христиане. и как ко всему этому отнестись, как это все оценить, факт остается фактом. И это было в достаточно большом количестве. То есть это были храмы, значит, спрятанные храмы в подвалах, в подземельях, храмы в Гея. Он имам возглашал Аллах, истинный Бог и Магомед, его пророк, а потом утром шел служить Божественной Друге. Что это было за время? Нам, конечно, сложно сказать, но очень много зафиксировано историй о крипто-христиане. Такое вот двоеверие боялись люди так вот отдать свою жизнь за Креста, мученичество боялись. Так, хорошо. А Гиезий, конечно, не мог обойти, имел все-таки талант экономиста, хорошего финансиста, одаренный человек был. и все-таки он догнал по-тихому Ниемана с его караванами денег. И сказал, там просил Елисей покормить нищих нужно. Не мог бы ты там немножко дать сиротам израильским? И в результате значит, он отдал, он поверил, конечно. Но помните, что произошло потом? Что Елисей сказал Гиезию? Пусть же проказа Ниеманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый, от проказа как снег. Вот здесь действительно нужно задуматься каждому. Понимаете, что мы навлекаем на свою голову, когда пытаемся завладеть чужим. Мы завладеем не только чужим, чужой материальностью, но и бедой чужой. Елисей это нужно пропустить. А, вот хотя интересный момент тоже. Помните, когда сириане в очередной раз нападали на Израиль, но Елисей открывал замысел сирийцев своим даром пророческим и израильтяне спасались, да? И вот рассказали царю сирийскому о том, кто помогает царю израильскому Елисей. И тогда царь сирийский сказал, чтобы нашли Елисея и убили его. И когда они окружили дом Елисея, Елисей в 18 стихе 6 главы говорится, помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, это не та дорога, не тот город, идите за мной, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, Господи, открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их, увидели, что они в середине Самарии. Здесь идет речь не о полной слепоте, то есть это не слепцы были. Понимаете, такую слепоту часто в истории вообще церкви давал Господь по молитвам святых людей. Когда они смотрели, но не видели. И мне, вы знаете, очень много, вот действительно много, много вот таких случаев, которые рассказывали непосредственно люди, с которыми случалось чудо подобное. Когда нападали на них какие-то вот люди со злым умыслом, и вот они начинали молиться. И вот когда уже подходили эти злоумышленники, чтобы причинить какое-то зло, избить, я помню, как один мне отрок рассказывал историю, когда он в Киеве был и на Майдане незалежности, и там скинхеды, а он был с длинными волосами, и такой весь со всеми прибамбасами, знаете, молодежными, которых очень и очень не любят скинхеды. И вот они увидели его, уже было поздно, а он оказался так в стороне. И мне говорят несколько человек говорят другим, идите, побейте вот того. Они направились, говорит, я начал молиться, говорит, первый раз за несколько лет начал читать тетча наша, единственную молитву, которую я знал. Я начал ее повторять, и вот они подошли ко мне, и вот они ходили вокруг меня, говорит, ну где он девался? Вот так вот, вот рядом. Ходили вокруг меня, да говорит, нет его здесь, и ушли. Они меня не увидели. Действительно, вот таких случаев можно много приводить. И вот здесь идет речь о том же. И открыл Господь глаза, и увидели, что они в середине Самарии, то есть встанье врага своего. И сказал царь израильский Елисей, увидев их, не избавить ли их, не избит ли их отец его. И вот здесь замечательно, сказал Елисей, не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их. Очень сказано, замечательно. Предложи им хлеба и воды, пусть и яд и пьют, и пойдут государю своему. Но здесь ярко выраженное христианство, ярко выраженное христианство. Врагам не видано такого, чтобы дать поесть. Это несмотря на то, что здесь мы в этой же главе уже будем читать о том, как две женщины стали есть по очереди своих детей. Помните, когда голод начался в Самарии? И одна, которая не получила сына для еды, вот, она с возмущением стал возмущаться, уже до такой степени вот человек сошел с ума, что стал возмущаться царю и говорить, вот, я-то отдала своего сына, почему она мне не отдает? Я тоже кушать хочу. вот такой ужас. И тогда царь разодрал свои одежды и направил своих посланцов, чтобы они убили Елисея. Но Елисей сказал пророчество о том, что скоро все насытятся. И помните, да, там очень такая важная деталь, когда это в седьмой главе говорится, когда прокаженные, которые сидели возле Самарии, города Самарии, возле ворота. И они понимали, что здесь нечего кушать. Пойдут хотя бы в стан сирийский. Если убьют, то убьют, но может быть что-то перепадет. И вот они пришли в этот стан и смотрят, там никого нет. Стан пустой, все вещи, все как было, осталось. И вот 6 стих нам говорит, Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский царей, хитийских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя, и пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золотые одежды, пошли и спрятали. Вот здесь то же самое можно сказать, чтобы там Господь отнял зрение, они смотрели и не видели, а здесь у них были уши, но они слышали не то, что нужно было слышать, они слышали страх. Будет бежать грешник в страхе, и никто не будет гнаться за ним. Убежали сирийцы, все оставили, и в результате израильтяне насытились, взяли все из этого стана, что осталось. Елисей пришел в Дамаск, в Сирию, столица Сирии, и вот там он встречает Азаила. Азаил был человеком, особо приближенным к императору, и вот здесь интересные стихи, их нужно прочитать. 10-й стих 8-й главы. «И сказал ему Елисей, пойди скажи ему, то есть Венададу, а вы знаете, что он тяжело болел, смертельно менее сказать, и несмотря на то, что царь Венедад направил умилостивительные караваны к Елисею, чтобы он исцелил, но Елисей отвечает». Вот здесь нужно заметить, что здесь не очень точно переведено, потому что нам толкование древнее говорят вот о чем. «Пойди, скажи ему, выздоровеешь». Но в еврейском оригинале стоит отрицательная частица О, не выздоровеешь. «Однако же открыл мне Господь, что он умрет, и устремил на него Елисей взор свой». Вот здесь действительно удивительно тоже, это одиннадцатый стих. «Устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий, и сказал Азаим, отчего Господин мой плачет, и сказал «Она того, что я знаю, какое наделаешь ты с сынами из раннего зло. Крепость их предашь огню, и юношей их мечом мертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаим, что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело. И сказал Есей, указал мне Господь, в тебе царя силие. И пошел он от Елисей, пришел к государю своему, и сказал ему этот, что говорит, говорил тебе Елисей, и сказал, «Он говорил мне, что ты выздоровеешь», то есть не выздоровеешь. И на другой день он взял одеяло, намочил его водой, положил на лицо его, и он умер. И воцарился, Азаил вместо него. Удивительный момент, потому что Елисей приходит для того, чтобы помазать на царство Азаила, язычника. Это еще, помните, было открыто на Хариве пророку Илье. Еще должен был пророк Илья это сделать. Но он уже совершает это через Елисея. И Господь знает, на что он помазывает на царя-истребителя израильского народа. На народ, который он привел и вывел из Елисского рабства. И вот представьте себе Елисея, человека, который вот смотрит на него и представляет все картины ужасного, кровавого будущего. Он смотрел, что привел в смущение Азаила. Азаила. Он вот сканировал всю душу его. Конечно, что приходилось пережить пророкам, нам очень сложно представить. Он же и раньше, наверное, знал, что это будет. Или он же все или был в его услугах. Но, вы знаете, нам не говорится о том, что он знал раньше. Нам говорится только о том, что он увидел это сейчас, когда непосредственно посмотрел на Азаила. Все это открылось, понимаете, в одном человеке, как мы по телевизору смотрим, понимаете, он увидел все будущее. Вообще, конечно, удивительная вещь. Вот если мы посмотрим, как говорит историк и как говорит пророк. вот если историк говорит из настоящего и оценивает прошлое, то пророк говорит о настоящем из будущего. Это настолько потрясающе, потому что мы даже не можем до конца себе представить, что это были из-за людей, пророки. Это, конечно, люди с тяжелым крестом. Видеть страдания своего народа, все эти кровавые расправы, жестокие расправы с восточным хладнокровием. Как с этим было жить? Вот некоторые говорят, тут мне сон плохой приснился, батюшка. Это может быть потому, что я не помолилась там или что? А тут человек и молился, понимаете, и открывалось ему такое. Он отдавал силы. Давал силы. Вспомните пророка Моисея. Понимаете, что? Значит, ему так было легко, да, конечно, Господь давал силы. Но, понимаете, мы же, нужно понять, что пророки это не какие-то, понимаете, медиумы. Когда начинает овладевать им сила злая, он как будто перестает на это время быть человеком. Нет, пророк совершенно другое существует. Он с обостренным человеческим нервом, пророк, получает эти откровения и остается таким же любящим человеком свой народ. Это ж очень тяжело. Это настолько тяжело. И вот понимаете, а многие говорят, вот если бы я был пророк, то вот было бы здорово. И как минимум прозорливым там. Сложно это представить. Так. И вот здесь интересный тоже такой момент. Такого словосочетания мы еще не видели. Это в 18 стихе этой же главы 8 сказано об Иораме, иудейском царе, что он ходил путем царей израильских, как поступал дом Акавов, потому что дочь царей израильских уже становится неким мерилом, определением. То есть все цари израильские мерзавцы. И вот он тоже иудейский царь стал ходить путем царей израильских. И еще интересный момент выполняет волю Божию Елисей помазывает Иуи и Я. Он был военачальником царя израильского. и помазывает его через своего ученика и говорит Бог Израиль помазывает тебя в царя над народом Господним, над Израилем. Израильский народ это народ Господний? Вот скажите пожалуйста. Так израильский народ это понимаете это идолопоклонники язычники. единственный секундочку нужно помнить о том, что мы разделяем два образовалось царства иудейский народ и израильский народ. Среди царей израильских не было ни одного благочестивого человека за все 250 лет существования царства израильского. С момента разделения до момента падения из израильского царства прошло 250 лет. Ни одного за 250 лет не было царя, который поклонялся бы истинному Богу. Ни одного. Но Господь говорит помазую тебя в царя над моим народом. над Израилем. И ты истребишь домахава Господина Твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих и так далее. Опять дается возможность, но к сожалению. И он тоже, причем убивает одновременно трех царей. А они были в коалиции и думейский царь, и иудейский и израильский царь. И причем в этом была воля Божия, помазать опять-таки этого истребителя, царя истребителя. Тогда, когда было откровение о новом царе сирийском Азаиме. Так. Мы можем пропускать несколько годов. 10-я глава. Здесь кровавая была расправа. Всех Ахавовых родственников было уничтожено. и не только Ахавовых, но также и иудейского царя. Значит, было 42 там человека уничтожено. Так. И помните, как он еще уничтожил всех пророков Ваала. Помните, каким образом коварным? Он собрал всех, причем хитрым образом. В 18-м стихе 10-й главы говорится, «Собрал Иуи весь народ и сказал им, Ахавмала служил Ваалу, Иуи будет служить ему более». Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала. Ну, собрали, потом их, конечно, там всех в расход. Помните, как раньше говорилось. И вот в 30-м стихе, или не в 31-м, «Но Иуи не старался ходить в законе Господа Бога Израиля от всего сердца, но не отступал от грехов Иерваама, который вел Израиль в грех». То есть, несмотря на то, что Господь ему все давал, ничего там не было благочестивого. Так, наказание также было и иудейских царей, восторжествовала Гафалия, это первая царица, не хотела быть дворянкой, но за это она и поплатилась. Захотелось царствовать ей, и в результате она подчистую думала, что уничтожила все, помните, да? И только одного наследника рода Давидова Иоаса укрыла его родственницы. Затем Иодай, первосвященник, очень мудро устроил государственный переворот, а вернее сказать, сверх диктатора, диктаторшу, то есть, первое царство, так сказать, дамское, то было, так сказать, таким вот диспотием. Дальше, тринадцатая глава. Мы видим, что Иохас, царь израильский, помолился лицу Господню и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский и дал Господь израильтянам избавителя. И вышли они из-под руки сириян и жили сыны Израиля в шатрах свои, как вчера и третьего дня. Интересно, как они вчера и третьего дня жили? Однако ж не отступали от грехов дома Иерваама, который ввел Израиль в грех. То есть, Господь помогал, молили и все, но сразу же возвращались своим любимым башкам. А здесь еще очень такой важный момент смерть Елисея и чудо у гроба его. Когда уже погребли Елисея и... Ну, а гробницы вот раньше это такие погребальные камеры в скале вырубали, и там было погребено тело Елисея пророка. И вот когда погребали одного человека, как здесь говорит в 21 стихе 13 главы, то увидели это полчаще, в смысле полчаще Мавитян. Они испугались погребальные процессы, бросили покойника, знаете, и побежали. К счастью, его бросили, нужно заметить, вот, удачно бросили, потому что он коснулся телом своим к мощам, нужно заметить, Елисея и ожил. И ожил и встал на ноги свои. Так что такой очень важный даже аргумент против протестантствующих, которые напрочь отвергают всякое почитание мощей. Ну, здесь, пожалуйста, Елисей. Может быть, от, я не знаю, там, проповедников американских, значит, Билли Грэма, там, или от кого-нибудь еще оживали покойники. Вот, я не знаю просто, может быть, и есть такие случаи. Вот, но вот у них, конечно, этого нет. Поэтому у них и нет почитания мощей. Почитать, собственно, нечего, скажем так. У них их нету, понятное дело. Если было, что почитать, так почитаем. Все-таки для нас мощи ассоциируются с мощой. С мощой. То есть сила исходит от мощей. Вот она исходит и исцеляет. А уж что исходит из бедных покойных протестантов, вот, понятное дело, что силы там нет никакой. Так. Дальше 14 глава. Что у нас было еще? Вот здесь появляется Амасия и делал он угодное в очах. Но это иудейский царь. В очах Господний. Впрочем, не так, как отец его давил. Он всем поступал так, как отец его Иоаз. Ну, Иоаз поступал двойственно. Вот. Здесь тоже немножко рассказывается о нем. Ну, в принципе, тут немножко есть такое благородство, я бы даже сказал. Детей убийц не умертвил, так, как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедовал Господь, говоря, они должны быть наказываемы смертью отца за детей, и дети не должны быть наказываны смертью за отцом. То есть, он вспомнил закон Божий. Слава Богу. Нужно радоваться. Так, хорошо, дальше. Война с Израилем, потом царствование Иеравама, номер два. Номер два, не лучше номер один. И восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной. Говорится в 27 стихе 14 главы. И спас их рукою Иеравама, сына Иоасова. Интересно, как это? Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так, что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощников Израиля. Но мы знаем, что Иераваам был совсем плохим. Он делал, в 24 стихе говорится, неугодный в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеравама, который вел грех Израиля. Но, тем не менее, спас рукою израильтя Иеравама. Господь, знаете, как говорится, на безрыбье и рак рыба, поэтому приходится Господу спасать разными подсобными средствами. Так что, кто знает, от чего спас Господь нас через Сталина, не знаю, может быть, тоже, от чего-то худшего. может быть, из Руси святой к этому времени, если бы не было Сталина и прочих, может быть, мы стали бы Руссию языческой, вернулись бы к предкам, поклонялись бы рощам там, вспомнили Перуна, вот. Мало ли, что могло произойти. А как появился Иосиф Иссарионович, сразу веру вспомнили, появился Гитлер, сразу в церковь, значит, пошли, стали открывать храмы, вот. Так вот, и из одного цари иудейские более-менее были благочестивы, даже очень некоторые благочестивы были. Так. Вот, 17 глава нам говорит о том, что пало царство израильское. Все. взял царь ассирийский в Самарию израильтяна, простите, Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан и в городах Медийских. Все. И стали делать цены Израиля дела неугодные Господу Богу и так далее, и так далее. Вся 17 глава раскрывает причина следственной связи того, почему оно закончилось, это царство несчастное. И здесь есть слова 19 стих и Иуда также, то есть иудейское царство не соблюдал заповеди Господа Бога и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля, смирил их и отдавал их руки грабителями, наконец, отверглых от лица своего. А когда переселил евреев, то своих ассирийцев он отправил в Израиль. И помните, там начали истреблять их львы. Ну, ему советники сразу же подсказали, что это потому, что они не почитают значит то божество, которое там. И поэтому царь ассирийский сказал отправить туда священников. И священники начали учить закону Божьему кого? Язычников. И сохранили они вот это двоеверие, так называемые самаритяне. Помните, когда даже Господь Иисус Христос пришел, Он беседовал с самаритянкой. Они двоеверцы были, они язычники и почитали истинного Бога. Эти книжи Моисеева, но в извращенной форме, нужно заметить, тексты самарийские, они очень искажены. Так. Здесь вот в 41 стихе так и говорится, народы сечкили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, дети детей, и до сегодня поступают так же, как поступали отцы их. Вот появляется царь языки, и вот это действительно благочестивый царь был. В 3 стихе 18 главе говорится, «И делал он угодные в очах Господних во всем так, как делал Давид Отец Его». Он отменил высоты, это впервые говорится о том, что он отменил высоты. Помните, раньше всегда высоты почитались евреями? Здесь отменил высоты. И здесь еще интереснее, «Срубил Думраву истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля выкодили его и называли его Нехуштан. Вот вы помните, да, этого змея медного из книги Исход? Так это символ, символ духовный, потому что они, взирая на медного змея, евреи должны были вспомнить того змея, который пожрал египетских змеев, которые были вызваны магией, чернокнижием египетских магов. Помните, да, этот момент? И вот они вспоминали, да, то есть если мы будем обращаться к Богу, то Господь исцелит нас и спасет нас, как Он спас и тогда, и оказался тогда сильнее. Но что произошло с тех пор по отношению к этому медному змею, я имею в виду в отношениях иудеев, в отношении иудеев к медному змею, они стали Ему поклоняться как Божеству. Он перестал быть символом, который переносил их воспоминания к тем далеким временам. Они поклонялись Ему как самодостаточному Божеству и назвали Его Нехуштан. И вот Он истремляет его, потому что Он уже потерял этот медный змей то изначальное значение, которое Он имел. Есть еще очень такой интересный момент, когда сейчас не помню, простите, какой царь это сделал. Когда помните Он снял Медное море из А Медное море это такой сосуд, громадный сосуд, который вмещал я не знаю, я не помню сколько точно, но где-то около 10 кубов воды. Это очень огромный такой сосуд, который стоял в храме. И он был установлен над 12 медными тельцами. Помните этот момент? Его сделал еще царь Соломон. И вот один из иудейских царей неблагочестивых для того, чтобы расположить к себе сирийского царя, он снимает с них Медное море. Вы не догадываетесь почему? А потому что тельцов язычники почитали. Вообще телец бык это божество номер один вообще в Палестине. Потому что от этого животного очень много зависело в плане хозяйства. Он был символом силы, телец символом плодородия. Все было связано с этими тельцами, быками, коровами. Они были священными коровами, скажем так, как в Индии, они до сих пор. И за радость и честь скушать помет коровы, когда она там особенно, если сразу еще горяченькие. Да. Точно так же почитали и евреи, и другие язычники. Он снимает это Медное море с кельцов. Обратите внимание, здесь очень интересные детали. Несмотря на то, что сказано в заповеди, что не сотвори кумира, да, но изображение там можно было, да, кумира нельзя было. Кумир это то, чему поклоняются. Вот пока змей был просто символом, он имел место в литургической традиции израильского и иудейского народа. Но когда он стал самодостаточным башком, которому поклонялись, его уничтожили. И вот пока телец был подставкой, подножками для этого Медного моря, он имел так сказать, его можно было устанавливать в храме, но он снял для того, чтобы поклонился. Что-что? Назначение Медного моря. Совершенно верно. Тельцы в данном случае, пока на них Медное море было, а, для чего вообще Медное море назначалось? Медное море, как хранилище воды, для того, чтобы можно было священникам омываться до и после их священно действий, вот, и также набирать воду в те умывальники на колесиках, которые стояли возле жертвенника. то есть, это хранилище воды. Поэтому тельцы в данном случае имели, так сказать, такое бытовое значение, понимаете? Он снимает для того, чтобы они были самодостаточными. Понимаете, вот в чем, так сказать, вся суть? Это очень важные моменты, особенно, когда мы полемизируем с протестантами, когда там нельзя, так сказать, изображать, как бы не будем детально остановиться сейчас на эти моменты. Одно дело, изображение нужно четко каждому из нас понимать, а другое дело, это изображение, которое становится кумиром, идолом. так, на Господа Бога Израиля куповал Он, то есть Языкия, и такого, как Он, не было между всеми царями иудейскими и после Него, и прежде Него. То есть даже царь Иудейский, простите, царь Давид здесь ниже Языкия. То есть Языкия очень благочестивый царь. Просто он не такой легендарный как царь. Что-что? Да, Иосия тоже, да, очень благочестивый царь. Это же, например, нашли книгу Моисея при Языкия. да. А как же они тогда служили, если у них не было даже книги, даже у них ничего не было? Не, ну, вы знаете, нельзя отождествлять священное Писание, которое мы имеем сейчас, с тем священным Писанием, которое имели евреи на то время. Во-первых, мы имеем полный свод в ветхозаветных книг и канонизированный свод, то есть мы в этот канонизированный свод священных книг, мы не можем ни добавить, ни убавить оттуда. Это кодекс канонизированных книг Ветхого Нового Завета. На то время не было этого свода, то есть были отдельные книги, какие-то были, а каких-то не было. Что-то было известно, а что-то было забыто или было утеряно. Много других еще книг было, значит, благочестивых, на которых в данном случае и ссылается этот же текст. Он говорит, помните книга Царей Израиля, простите, даже не Царь, как нет, 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 летопись царей Израиля. Совершенно верно, летопись царей Израиля. В данном случае, как на авторитетный источник ссылается этот текст, но у нас его нет, этого текста. Он не дошел до нашего Верия. Там же еще говорится, что и ковчег выносили из храма. Да, ковчег тоже выносили, потому что его вернули при Иосии, или при Языкие. Языкие, уже в самом конце. Да, его вернули, потому что его выносили. А чего только не было в храме Иерусалимском, чего только не было. Там была всякая экзотика восточная. Там и Астарта, и Ваал. Ну, все мерзости, какие только можно было снести туда, это не храм истинного Бога был. На то время это был Пантеон. Пан это все и теос Божества. До чего, понимаете, опускались люди, конечно, казалось бы, столько Господь всевозможных благ совершал по отношению к евреям и тем не менее. Затем заболевает Языкия. Господь его исцеляет. но вот в 20-й главе нам говорится, что когда пришли к нему в гости халдеи из Вавилона, он показывал им свои блага, свои богатства, которые он имел. За это Господь на него прогневался. А почему? А потому, что несмотря на то, что Языкии, вот один из благочестивых царей, тоже согрешил. Что-что? Язычники я не открыли. Ну, при чем тут язычники? Нет. Дело не в этом. Нет, Языкия как раз не язычник был. Нет. А те люди, которые пришли к нему? Нет. Дело не в этом. Дело в том, что он не возблагодарил Бога. Нам об этом говорит вторая книга параллель и беда. Вместо того, чтобы отблагодарить Бога за ту милость, ведь Господь ему еще 15 лет продлил царство. Жизни продлил. Он смертельно за ним мог. Более того, он даже получает знамение от пророка Исаида. Здесь идет речь о ступенях Ахазовых. Что такое ступень Ахазовых? Это солнечные часы. И солнечные часы, эти ступени, они показывали время. И Господь изрек, вперед ли пройти тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней? И сказал языке, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И возвал Исаи правого Господа изродил день назад на ступенях, где она спускалась по ступенях Ахазовых на 10 ступеней. Это очень большое чудо. И об этом чуде узнали вавилоняне и они пришли вот здесь говорится царь Вавилонский в параллепоменном книге в 31 стихе 32 глава послы от царя Вавилонского которые присланы спросить о знамении бывшем на земле оставил его Бог чтобы испытать его и открыть все что у него на сердце то есть у языки и в 25 стихе говорится но не воздал языки за оказанное ему благодеяние ибо возгордело сердце его и был на него гнев Божий и на иудею и на Иерусалим но как смирился языки в гордости сердца сам и житель то не пришел на них гнев Господень в дни и языки это было чудо а для Вавилонин вообще это очень интересный момент потому что помните цари халдейские пришли с востока поклониться Христу уродшемуся их называют еще магами помните они звездочеты еще звездочеты называют поскольку раньше вся наука была не чистая наука в том смысле в каком мы имеем сейчас экспериментальную науку она вся была с примесью оккультизма и вот они увидели знамения на небе поскольку они постоянно смотрели на небо изучали небо то для них это было действительно чем-то необычным и было видимо открыто что это было связано с жизнью одного человека благочестивого царя языки но когда пришли вавилонине для того чтобы его расспросить об этом он начал им богатство показывать он не справился с своей апостольской миссией очень важный момент здесь нельзя не вспомнить еще одного царя аслу вот в 16 главе нам говорится что он тоже в этой книге паралипомена заболел болезнь его поднялась до верхних частей тела но он в болезни своей взыскал не господа а врачей только только врачей есть о чем подумать с каждым так есть конечно очень интересный такой момент помните когда это в 19 главе книги царств пришли захватить ассирийцы и иудейское царство иусалим и несмотря на то что языки я отправил им вагон золота там и так далее но тем не менее его военачальник начал угрожать и надсмехаться что вы скоро здесь вместо виноградной лозы будете пить свою мочу помните очень так поэтично и языкия в молитве обратился вместе с пророком исаи к богу и господь ответил вот как вот все таки такой вот 19 глава 27 стих господь говорит царю ассирийскому сядешь ли ты выйдешь ли войдешь ли я все знаю знаю и дерзость твою против меня за твою дерзость против меня и за то что надмене твое дошло до ушей я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогу и который пришел ты нужно заметить что удила ноздри кольцо и так далее все связано прежде всего с тельцами то есть вот как божество твое так и тебя вот возьму просто как быка за рога и за кольцо и отправлю туда куда откуда ты пришел и обратите внимание что понимает ветхозаветный человек опять он понимает только силу и поэтому Господь декларирует свою истину в ветхом завете через силу через огромную физическую силу что там произошло как мы мы видим вот просто он взял их действительно за ноздри и отвел туда откуда они пришли не буду сейчас здесь прочитывать цитирую это все вы читали 19 глава здесь очень красноречиво об этом говорится а евреи успокоил что будете кушать в этот год выросшие от упавшего зерна а в другой год самородные а на третий год сейте и жните садите виноградные сады ешьте плоды ой боже здесь можно мы заканчиваем уже сейчас буквально через 10 минут уже все будет так он много сделал очень преобразований прежде всего то есть он вычистил как от сора все то что было что опять накопилось в храме и вынес астарту из дома господня заилпсалим к потоку кедров и разрушил домы блудилищные что это такое при храме как говорится это не имеется ввиду не дома терпимости при храме нет так называемые священные проститутки листалки то есть через ними входили в контакт с божествами это плава было что что астарта астарта была так сказать покровительница вообще так сказать плотского плотской плотской любви если так можно выразиться и там конечно при так сказать поскольку храм стал местом поклонения астарте то там конечно же были и священнослужительницы вот которые ублажали так сказать всех приходящих так конечно здесь еще много но я уже не буду тут в принципе все понятно как бы как он так сказать все это искоренял еще есть очищение священниками левитов разве священники не из левитов были я как-то объяснял что колено левия оно посвящено для служения храму но в колене левия было был род Аарона род Аарона и только из рода Аарона первого первого священника были священнослужители все остальные из других родов колена левия были просто служителями не священнослужителями а так называемыми левитами они по-разному очищались что левиты очищались дольше чем священники хотя хотя конечно там все очень было сложно потому что очищались очищались там говорится что левиты лучше очищались чем священники знаете еще очень интересный такой момент там есть такой беспрецедентный отпразднули Пасху при Иосии во второй месяц четырнадцатого дня то есть нужно праздновать Пасху было в первый месяц четырнадцатого дня а отпразднули отпразднули во второй месяц не по устам но тем не менее как нам говорит священное писание это было такой вот вынужденной мерой не успели раньше потому что не успели все подготовить я имею ввиду всю эту чистку и позже то есть какие-то такие моменты которые мы просто должны пока взять для информации чтобы мы помнили об этом потому что разные будут там моменты в следующих текстах просто запомните этот момент что не по уставу и тем не менее господь принял эту пасху так усердие еще просуществовало сто лет после падения царства израильского царства иудейское сто лет еще просуществовало сколько всего существовало полтысячи лет нет секундочку сто лет сейчас мы показываемся на это затем после иосии еще просуществовало на 20 20 лет до плена вавилонского ну а потом плен вавилонский и мы будем говорить дальше сейчас мы пока об этом говорить не будем то есть мы видим что иудейское царство как более благочестивое царство просуществало все-таки дольше на 120 лет так ну не знаю что тут еще на что можно обратить внимание по-моему так как бы все по тексту понятно так давайте лучше может быть вопросы какие-то батюшка так что вот этого случилось отход от истинного бога только потому что они не очистили свою землю каким завещал господь что вы все уничтожаете там что будет вот это когда чтобы не было смещением вот когда он Господь это в смысле в книге Иисуса на вина когда они только вошли отход от господа почему получился такой вот и в Израиле и в Иудее но сначала отход получился полметко от господа получился на целое столетие это потому что там были чужеродные племена в Сталисе их не уничтожили при Иисуса на вине или как это вот понимать да да только лишь по этой нет не только лишь по этой причине Конечно, это одна из причин благоприятных. Она благоприятствовала тому, что когда они вступали в брак, евреи с язычниками, они склоняли к язычеству, располагали к язычеству. В результате цари израильские, они, взять царя Соломона, который первый начал устанавливать идолов, потому что у него был большой горе, жен, язычниц, наложниц, и все они, конечно, склоняли его, чтобы он почитал их божества. Ему нельзя было вступать в брак с язычниками. Нельзя. Можно было только в том случае вступить в брак, если бы они приняли иудаизм. В том, так сказать, именно смысле. Но Господь им и запрещал, что не вступаете с ними в брак. Он запрещал, конечно. Запрещал. Запрещал, конечно. Прямые указания. Не просто люди, но вообще. Конечно, конечно, конечно. Но вот когда взял он уже на уходоносор Иерусалим, царство иудейское, то он в основном выселил всю, скажем так, элиту иудейскую. А обычных людей, простолюдинов, он оставил для того, чтобы не было такого, скажем, культурного возрождения, понимаете. Они были переселены на реки Вавилонские, как потом они будут в 136-м псалме плакать на реках Вавилонских. Вот. Так. Ну, это как, да, это наша революция 17-го года, когда он уничтожил его в чем-то. Визни на контуру. Да. Совершенно верно. Это было прежде всего уничтожение, понимаете. Уничтожение носителей культуры прежде всего. 250 тысяч священнослужителей было уничтожено. В нашей революции. Это в послереволюционный год. Это просто что-то невероятное. Это страшно, действительно, геноцид был. И когда говорят, что геноцид был только против украинского народа, это просто какой-то, понимаете, это бред получше. Уничтожали, понимаете, всех тех, кто не хотел поклониться Ваву, который сейчас лежит еще в мавзолее. Кстати, он, проект этого мавзолея, он сделан по образцу жертвенника пергамского. После один в один. Так, какие еще вопросики? Громче только мне говорите, пожалуйста. О жертвеннике нам. Что-что-что? Ну, языческий жертвенник. О нем мы узнаем из Нового Завета потом. Из апокалипсиса. Мы апокалипсис тоже будем готовить? Ну, а вы не хотите? Я думаю, что, наверное... Ну, у него сколько толкований? Ну, ничего, а что же, собственно, мы будем брать самое авторитетное толкование, святоотеческие толкования прежде всего. Коснемся, конечно, самых основных моментов, которые можно истолковать на основании священного предания нашей церкви, святых отцов. И прожитая история. И прожитая история. Конечно, книги пророков, они, или не пророки, это те люди, которые жили именно в эпоху царей. Еще до... Не все, конечно, но часть из пророков, они жили в эпоху четвертой книги царства. Вот, в частности, пророк Исаия уже здесь встречается, да? Или пророк Иоанн тоже встречается. Конечно, очень хорошо читать все одновременно, понимаете, но это очень сложно пока будет. Мы просто не охватим и запутаемся. Поэтому мы сейчас проходим, как бы, исторические сведения того времени. Потом, конечно, мы коснемся пророков. Мы будем как будто возвращаться еще. Потому что пророк Исаия, он будет говорить и о том времени, и он будет говорить о будущем. Потому что это ветхозаветный евангелист вообще, пророк Исаия. Это уникальный именно пророк в плане своих пророчеств относительно будущего церкви. Так, еще какие вопросы? Языки и величие пророка. Языки? Да. Как мне было? Да он тоже пророк. Конечно, конечно. Нет, секундочку. Языки, я бы имею в виду, нет, дело в том, что это Языкиль и дворец. А это дворец. Конечно, дворец. А Языки – это царь, а Языкиль – это право. Так. Что-что? Как женщины часто любили. Слышат мамы. Вы, допустим, мужчины не стоят в пенсии, а женщины любили. А женщины что-что? Людей, как женщины. Как бы они, допустим, причастны к религии, как они жили? А, ну, понятное дело, что обреза никакого не было. Вот. Вот. Ну, то есть, просто было посвящение. Посвящение через определенные ритуалы иудейские. И мусульман тоже, да. И мусульман точно так же, да. Ну, батюшка, со всего света у вас, вот из Нового Завета отсюда, надо считать так, что женщину вообще ни за что не считали. Вот там сколько-то мужчин и детей, а женщин вообще нет. Они не кормили их, не поили их. Нет, вы знаете, это неправильно. Да, пять тысяч там же мужчин. Нет. Здесь идет речь не о том, что, понимаете, унижена женщина. Если, понимаете, там не считай женщины и детей, сколько-то было мужчин там, понимаете. Нет. Просто когда шла речь о мужчинах, то шла речь о таких мужчинах, которые могли держать меч и щит в руках, понимаете. А если он только мочился к стене, как там говорится, понимаете, то это не обязательно, что он, понимаете, брал меч и щит в руку. А там говорится о всех, не только могущих держать меч и щит, но и всех мочащихся к стене. Поэтому, да, я же говорю словами священных текстов в данном случае. Вы помните, несколько раз об этом говорите? Нет, просто для того, чтобы вы проводили, понимаете, грант. Для чего? Значит, потому что мужчина настоящий, это тот, который именно мог защищать. А потом уже все, так сказать, кто не считает их. Но когда идет речь о восстановлении потомства царского, то сюда уже включаются совершенно все. Вот так сказать. Понятно, да? То есть нужно всех. А то, понимаете, какой-нибудь там, понимаете, недоделанный, как говорят, понимаете, придет к власти, поэтому всех подчистую. Вот такой был, понимаете, сталинский закон. Ну что ж, понимаете, мы говорим такими словами, какими есть. Что-то, понимаете, и песни слов не выкинешь. Так что вот. Это женщины, сколько женщины. Замечательные женщины. Целые книги посвященные им. Да не все там сделали, не все перевернули. Кто? Женщины. Женщины. Вот на них женились, они все потом... Правильно. Были такие. Вот. Но были и замечательные, были и другие, нормальные женщины. Тоже нужно заметить. Ну, вот было нормально. Да. Вот. Не, ну, понятное дело. Понятное дело. Да. Так. Понимаете, причем, это не просто, понимаете, иудейские там хорошие женщины. А вспомните Луфь. Да. Нет, ну я даже... А вспомните Раак. Да. Они что, были иудейками? Да, нет. Всех подбирали нормальных женщин. И всех в книгу священную, понимаете, фиксировали. Для того, чтобы не говорили, что, понимаете, есть геноцид, понимаете, какой-то женский на странице Библии. Да. По-нормальному оботносились. И что, если она нормальная женщина? Че слишком много относились, эти кусочки уже говорили. Во все времена так было. Нет. Все это, понимаете, это все лозунги, которые мы получили еще, понимаете, от тяжелого наследия атеистического. Там, где вот, понимаете, так сказать, долой мужчин, так сказать, дает женщин побольше. Вот. Все, понимаете, это потому что вот, значит, мы расскажем вам, как бы нашего брата дурили. Как-то напишем какие-то вопросы. Да. Только громче вопрос. Носящий пояс и старший. Носящий пояс. Это стихи совершеннолетия или не цель? Носящий пояс? Пояс и старший. У мужчин, там, выходили на битву. Носящий пояс. Это как бы возрастной цель? Нет. Значит, когда идет речь о поясе, то идет прежде всего о человеке, который готов именно к сражению. Потому что пояс... Одну секундочку, еще я не закончу, пожалуйста. Мне тяжело говорить. Пояс – это символ готовности. Потому что широкие одежды. Помните, мы тогда даже говорили, что ты не успеешь, значит, припаяться и распаяться, как тебя, так сказать, возьмут под белые ручки. Помните? Вот. То есть идет речь именно о том, что, значит, готовность мужчины взять, припаяться в себя в руки меч. А и старше почему? Потому что не все, понимаете, там же есть определенный возраст. До 20 лет они еще не выходили на браку. После 20 лет только способны были держать меч. То есть вот так. Совершеннолетие было для армии, понимаете? Потому что для того, чтобы стать левитом или священником, совершеннолетие наступало позже. Понимаете? А для того, чтобы брать меч, оно, так сказать, наступало раньше. Какие еще вопросы? Законачивая, все понятно. Так, хорошо. Ну что же. Так, сейчас мы прошли, видите, четвертой книгой царств, еще две книги паралибонят. Очень много уже книг прошли. Очень много. Продолжим наше чтение. Первая книга Эздры и Ниемии. Я думаю, что мы сможем, вы как мне скажете, так мы поступим. В первой книге Эздры 10 глав, а в Ниемии 15, по-моему. Есть сколько? 13. То есть 23 главы итогового. Это много. Две книги, да? Или одну? Да, две, конечно. Да, потому что здесь очень много того. Промчились. Так, короче. Ну все. Вот так, короче. Продолжение следует...